Вся история начинается раньше, чем реализация своих идей, там, клипы, эфиры и так далее. Все началось намного раньше, когда я приехал в Москву. Я только был достаточно моложе, и я только вырвался из Нальчика, и мне просто хотелось бунтовать, и я был такой очень бунтарь по натуре. Вот, на тот момент мой бунт был такой, шокировать, скандалить, привлечь внимание, чем больше внимания, тем лучше, и, в общем-то, неважно как. Мы реально просто записывались на студии, спали в этой же студии на полу. И в итоге случилось все так, что мы записали материал, ничего, никуда он не двигался, он просто лежал на полке. Я же поставил свое шоу и начал выступать по клубам по Москве, везде, где только можно, и начал привлекать очень много внимания, и заметил, что как бы людям нравится материал, а после этого было очень много, долгий был путь, творческий путь. И только сейчас, я думаю, я пришел к тому, что я действительно хочу делать и записывать. Песни, которые записываю сейчас, для меня, я как бы растворяюсь в них. Я не думаю, насколько они потенциальны для радио, насколько они... Я просто знаю, что это важно для меня, это важно для меня выпустить. А все остальное, как бы уже вторично. Мне казалось, что это было правильно, то есть на тот момент мне казалось, что я не хочу быть в некой маске постоянно, некий, поддерживать некий образ, потому что я перерос этот момент, когда, с чего я начинал и к чему я пришел. И плюс, после ситуации, после того, как вышел мой клип не надо, о войне в Чечне, и он был очень скандальный на тот момент, случился Норд-Ост. Это было такое очень смутное время, очень тяжелое время, и клип пошел на MTV под именем Шамиль, и он был на MTV две недели, MTV понравился клип, они его сразу поставили в ротацию. После этого начались письма и скандалы со стороны Комсомольской «Правда», усмотрела в этом что-то такое. И как бы прошла явная пропаганда для того, чтобы закрыть этот клип. И был просто звонок на MTV, чтобы клип сняли с ротации. Вот. И после этого случилось так, что у меня были гастроли в Америке, и они прошли блестяще, и все было классно, и я встретил продюсеров новых в Америке. Мне хотелось уехать, мне хотелось узнать, что такое за границей, мне хотелось узнать, что такое Америка. Мне интересна была Америка, американская мечта. Что это, да? Что это? Как там живут? Я вырос на Майкла Джексоне, на этих артистах, которые казались такими недосягаемыми, и я начал работать там, творить там, выступать, собрал рок-группу и начал выступать там, объездил всю Америку с концертами. И в какой-то момент это был очень такой насыщенный период жизненный такой, очень много всего происходило, темп сумасшедший, время летело просто. И в какой-то момент я все чувствовал больше и больше и больше, что та американская мечта, за которую я борюсь, да, как бы это не совсем, не те песни, которые я хочу петь. А потом в мою жизнь пришел ислам, и это изменило все. Я просто, я долго искал, потому как я родился мусульманином, но в моей семье никто не практиковал ислам. У меня всегда была вера внутри, но я всегда знал, что у у меня ощущение было, что не сейчас, я вот не сейчас, я приду, я буду делать намаз, для меня намаз казался чем-то очень сложным, к чему можно приступить. Я просто отошел настолько от религии, от своих корней, от всего. Я чувствовал, что я начал искать Бога. Я не знал ни одного мусульманина рядом, то есть никого из друзей у меня не было мусульман, и я читал какие-то суры, когда было сложно, как мы все, когда многие просим Бога, когда тяжело, когда легко, забываем. Я вернулся в Москву, и в какой-то момент я понял, что я хочу, я готов для того, чтобы делать намаз. И я попросил своего друга научить меня буквально через полчаса, у нас ушло полчаса, какие-то суры я уже знал. И это был вот мой первый намаз, и с тех пор, аль-хамду-ля, все начало меняться для меня. И в плане моя жизнь, благо вокруг меня, просто это было потрясающее путешествие, которое началось для меня два года назад. Для меня теперь моя жизнь делится на до и после. Потому как сейчас я в многом задумываюсь того, чего я не сделаю, потому как у меня есть Аллах. И я бы хотел именно через творчество, через то, чем Аллах мне наделил, талант, именно служить Аллаху. Я молю в дуа Аллаха направить меня в моем творчестве, в моей жизни в целом, чтобы служить Ему, а не потыкать своим желанием. У меня огромная именно благодарность внутри, что я мог бы потеряться, но меня спасли, как бы, свыше. Где бы я ни был, я знаю, Аллах со мной. Я просто это чувствую. И я часто путешествую, куда бы я ни отправился, это потрясающе. Где бы я ни делал намаз, я всегда чувствую, что эта планета, она огромная, да, то есть ты путешествуешь, что и где бы ты, в какой бы точке мира ни был, всегда чувствуешь Аллах с тобой. Ты как бы чувствуешь, что это все, оно очень иллюзорно. Расстояние, места, бедность, богатство, успех, отсутствие успеха. Это все, оно как бы перестало быть доминирующим, амбиции как таковые, потому что есть Аллах. Как бы для меня, и тот факт, что я попал в Аль-Ахса, и сам намаз, это было для меня потрясающе. Я просто почувствовал, когда мы зашли, ты чувствуешь это величие. Ты просто автоматически понимаешь, насколько все остальное не имеет значения. Ничего не имеет значения. Вот именно ты чувствуешь, насколько важно быть ближе к Аллаху и следовать всему, потому что Аллах тебя потом не оставит никогда. Вот для меня, для меня вера, что для меня вера? Для меня Аллах, для меня самый близкий мой друг, потому что я знаю, тебя могут оставить многие, но Аллах тебя никогда не оставит. То есть, само осознание этого помогает мне в жизни. Я думаю, что если ты все делаешь правильно и живешь свою жизнь правильно, то бояться тебе нечего, по сути. Это нелегко. В больших каких-то грехах понятно, что можно себя отдалить, но мы каждый день все равно какие-то вещи делаем, какие-то маленькие прегрешения и так далее. То есть, мы не ангелы, мы не можем быть, но возвращаясь к Аллаху и как бы прося прощения, вот, я думаю, это самое важное, именно как это называется, покаяние, да? Для меня сейчас нет алкоголя в жизни, нет какого-то прелюбодеяния или как это. Для меня до этого моя жизнь была совсем другой. Вот я лишь хочу всем зрителям пожелать самое главное духовного спокойствия и самое главное уважения и любви друг к другу.